Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый вечер. Добрый вечер, да, сегодня уже вечер рабочего дня. Очень приятно лично поздравить вас с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Владимирской области. Спасибо. Спасибо, что согласились поговорить с нами. Это, конечно, говорит о вашей открытости и о том, что слова с делами расходятся. Обещали быть открытым, вот, пожалуйста, мы сидим, разговариваем. Какие первые впечатления на должности губернатора Владимирской области? Вот первые, самые яркие впечатления. Как поменялся день? Как поменялась жизнь? Как поменялся взгляд на улицу, на то, что происходит на улице? Здесь в вопросе, скажем так, два вопроса. Какие самые яркие впечатления и что поменялось? Я бы так назвал это. Два момента. Первое. Какие самые яркие впечатления? Это, пожалуй, уровень принятия решений. Вот это самое яркое впечатление, когда ты становишься губернатором. Потому что у тебя огромная ответственность за спиной жителей Владимирской области. И мы понимаем, что количество жителей измеряется не сотнями, не десятками тысяч, а сотнями уже за миллион. То есть масштаб ответственности, который есть у меня как у губернатора, в единственном числе один человек несет ответственность за жителей Владимирской области. Вот это вот самое яркое впечатление, которое появилось у меня на следующий день после того, как я стал губернатором. То есть та ответственность, которую я несу за ту работу, которую я выполняю. Это очень важно для меня. Это самое, я бы назвал это ярким и важным впечатлением моей жизни на те 48 лет, которые я прожил. И те решения, которые я принимаю, я стараюсь сделать максимально выверенные. Почему я вот один из критериев принятия решений сказал, что они должны быть спокойными, ответственными, и их надо совершать не торопясь. Потому что каждый мой шаг, который я делаю как губернатор Владимирской области, несет за собой последствия, как я и говорю, для сотни тысяч людей. А это очень важно для меня. Сегодня месяц со дня голосования. Хороший день мы общаемся, замечательная такая дата. Рано проводить какие-то, наверное, итоги. Совсем рано. Но все-таки что поменялось в отношении к тому, что происходит за окном? Когда ты едешь по городу, как обычный человек, наверное, это один взгляд. Я себе плохо представляю, как смотрят на город, на область губернатора Владимирской области. Во-первых, я бы хотел с этим днем поздравить жителей Владимирской области и сказать им еще раз огромное мое спасибо. Я благодарю жителей Владимирской области, что они оказали мне такое высокое доверие. Это на самом деле очень высокое доверие. Это, как бы, скажем, банально не звучала эта фраза, но она очень важна по своей сути. Потому что это доверие людей ко мне как к человеку, как к решению даже, к своему решению. Вот выбрать того или иного человека, принять то или иное решение. Это очень важно. То есть поменять жизнь, которой они живут. Это же решение. Это не только люди голосовали, мы прекрасно понимаем, там, конкретно, там, Сипягин, Владимир Владимирович. Они голосовали за новое решение своей жизни. Это как каждый там говорит, вот я с понедельника что-то буду совершать. Вот так же и здесь. Люди решили для себя, будем жить по-другому. И вот этот день для них состоялся, поэтому я от себя говорю им большие слова благодарности, а с точки зрения их я поздравляю их. То есть я предложу максимальное усилие для того, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Я уверен, уверен, что у нас все получится. По поводу окна или там электрички, поезда, машины, просто когда я пешком. Я, кстати, очень часто с работы, когда поздно задерживаюсь, уже понимаю, что водитель должен быть со своей семьей, просто иду пешком с работы, чтобы было понятно. Тут недалеко. Да, недалеко, поэтому я выхожу спокойно, всем говорю до свидания. Это уже, конечно, выглядит как спокойной ночи, потому что это происходит там около полуночи. И иду спокойно домой. Значит, конечно же, то, что я вижу, сразу я уже позиционирую как тот или иной плюс или тот или иной минус. Это уже невольно происходит, как бы я не хотел. То есть даже там проезжая по дороге, я понимаю, что вот здесь там копают какие-то, идут строительные работы, и я смотрю на эти строительные работы не с точки зрения, например, обывателя, а с точки зрения, насколько они удобны или неудобны жителю Владимирской области, ну и так далее. Вот даже проезжая, я вам скажу так, вот маленький пример приведу. Часто езжу сейчас в Москву, но поскольку необходимы новые контакты, необходимы новые знакомства тех людей, которые способны помочь Владимирской области в различных моментах, в экономике, финансах и так далее. С моей помощью. Как губернатор я знакомлюсь и прилагаю все усилия для того, чтобы эти люди помогали Владимирской области. И вот когда я еду на Сапсане, на Стриже, я удивлен качеству связи. Я уж не говорю, когда мы на машине едем, да, там на Суздаль, там другие населенные пункты, центральный федеральный округ. Находимся рядом с двумя огромными мегаполисами, огромное количество туристов, которые посещают Владимирскую область. Качество связи оставляет желать лучшего. И буквально, вот я не помню, последний раз, когда я ехал или предпоследний, проезжая, значит, я тут же набрал зам заместителя губернатора, отвечающего за связь и сказал, слушайте, доложите мне в течение недели, почему такая связь, какие планы по преодолению этой проблемы и какие сроки. Все. Вот мне через неделю будет или не помню, в ближайшие дни будет доклад, что для этого надо сделать. Вот это, к слову, о том, когда я что-то делаю, я сразу это позиционирую не только на себя, потому что я могу поговорить и через, там, условно, 10 километров, когда связь появится. Но я понимаю, что это некомфортно как для жителей Владимирской области, так и для тех людей, которые сюда приносят какие-то определенные финансовые ресурсы. А в дороге хочется поработать, да. Вот, поэтому я сразу смотрю на это совершенно сейчас с другой точки зрения. Про анализ. Вот с точки зрения анализа, мне кажется, я немножко разбираюсь в этом, очень приятно, что много раз за этот месяц звучало слово «аудит». Как мне кажется, это то, чего долго не хватало в Владимирской области. Вот про аудит хотелось бы поговорить. Аудит наследства предыдущей власти, предыдущего губернатора Светланы Орловой, которая проиграла выборы. В первую очередь, наверное, конечно, про кадры, да. К чему, что досталось вам в качестве губернатора, какая команда, насколько легко с ней работать. Я понимаю, что многие из них сейчас в отпусках. То есть, что вот с кадрами у вас происходит? Ну да, вы правильно сказали, есть некоторая специфика сейчас моей работы. И она, конечно, сопряжена с тем, что большое количество заместителей губернатора отсутствует, в силу того, что некоторые ушли в отпуск, кто-то по другим причинам выполняет свой функционал в том или ином виде. Но, как я и говорил, и говорил, что в этом нет ничего страшного, потому что я уверен в том, что у нас все получится. У нас, это у меня и жители Владимирской области, и мы будем как выполнять те задачи, которые нам поставил президент, так и будем максимально соблюдать те задачи, которые поставил передо мной государство и жители Владимирской области. Теперь по поводу того, что существует с точки зрения совершенствования по работе команды, какие планы, какие цели у меня. То есть, как я и говорю, это максимальное спокойствие, максимальный грамотный подход к формированию команды. И, как вы видите, за этот период времени я не стал формировать в быстром темпе заместителей губернаторов или, по крайней мере, назначать их на какие-то уже почти вакантные должности. Вы знаете, вот некоторые, по-моему, один замгубернатор, уже написав заявление на отпуск, он тут же, по-моему, объявил о том, что он увольняется. Я подхожу к этому очень спокойно, потому что процесс очень сложный, он очень ответственный, и необходимо качественно подходить к этому вопросу. Потому что, еще раз говорю, есть зона ответственности моя перед жителями Владимирской области. И этому нисколько не мешают некоторые законодательные акты, которые были приняты в законодательном собрании Владимирской области. Потому что есть различные формы назначения. Мы все это прекрасно понимаем. И данный закон, он никоим образом не мешает мне, как действующему губернатору, после увольнения того или иного замгубернатора, не включить в работу профессионала, который в дальнейшем, сначала став исполняющей обязанности, а потом став замгубернатора, пройдя через депутатское голосование, будет уже в полной мере и на законных основаниях выполнять свои функции. Не мешает. Ну а потом не каждому специалисту необходима руководящая должность, как мы понимаем. Тоже абсолютно правильно сказано, что... То есть такой системный, спокойный подход. Потому что ответственность большая. И не надо торопиться. По поводу аудита, вот часть вопроса, которую вы задали. Да, на самом деле, я сторонник того, я думаю, что это оценит каждый руководитель, который живет в Владимирской области и занимает ту или иную руководящую должность, что приходя на новое место работы, важно сделать оценку. И не только того, что сделал предыдущий руководитель. Предыдущий руководитель. А для меня, понимаете, вот эта структура, это все равно очень серьезная организация. Только она очень серьезная и практически одна из самых главных в Владимирской области. И я также к ней отношусь, как любой руководитель. Почеркиваю, принципы у всех одинаковые. Поэтому, сделав аудит этой структуры, я ведь добиваюсь не только того, чтобы сказать, что кто-то работал плохо, а я добиваюсь главного. Значит, я добиваюсь понимания, на какой стадии мы находимся. И это тоже очень важно. Потому что я должен понимать, что вот здесь я должен кнопку какую-то поселение нажать, вот здесь я должен пока не обращать внимания на эту проблему, потому что она и так развивается в нормальном русле. А вот здесь я должен уже, не знаю, подключить всю мощь той команды, которая со мной работает, для того, чтобы эту проблему решить. Вот для чего нужен аудит. И еще раз говорю, главный критерий мой именно вот этот вот. Итоги аудита будут публичными? Знаете, ну, я думаю, что здесь должна быть максимальная открытость, и все жители Владимирской области должны знать, ну, конечно, ту информацию, которую они имеют право получить. Есть же там секретность, вы сами понимаете. Ну, конечно. То есть, конечно же, в любом случае, то, на какой стадии мы находимся в том или ином сегменте экономики, социальной сферы, люди должны знать. И более того, я вам скажу, по-моему, первый декабрь до декабря у меня будет. И явно, что аудит, тот, который я попросил, чтобы был проведен в счетной палате в той или иной форме, потому что сейчас я обсуждаю разные формы. Есть же форма, чтобы ходатайствовала Государственная Дума, есть, чтобы президент ходатайствовал, но этот путь очень такой длинный. Есть другие формы, есть другие структуры, которые могут сделать аудит определенных сегментов жизни и деятельности администрации Владимирской области. Я уж сейчас не буду вдаваться в подробности, я этим сейчас уже занимаюсь. Можно же по сегментам делать аудит той или иной структурой. Соответственно, проанализировав какую-либо деятельность, как я говорю, будут сделаны определенные выводы. Если кого-то уж необходимо будет в той или иной мере с кем-то разбираться, в том числе правоохранительством, структурам, но это уже их работа будет. И поэтому, как я и сказал, в первой декаде декабря я планирую провести уже полноценную пресс-конференцию. Я думаю, где-то вот этот срок плюс-минус будем корректировать, в зависимости от каких-то мероприятий. И там я в том числе буду озвучивать уже в полном объеме анализ деятельности администрации предыдущей, какие-то свои выводы, какие-то свои достижения, которых мне удастся добиться в результате своей деятельности до декабря. Поэтому обязательно эта оценка будет. Кроме того, скажу, отдельные взятые моменты я, возможно, буду озвучивать в ближайшее время. Я могу их сейчас озвучивать, но я думаю, что это не тема этого обсуждения, потому что я уже, поверьте, за те две недели, когда я являюсь уже губернатором с полномочиями, потому что, да, я был избран, но прошло две недели, пока я не получил полномочий, то есть, так сказать, жезлости. Когда я могу уже и поощрять, и наказывать, и определять политику Владимирской области. Вот две недели. Я уже сейчас знаю о тех проблемах, которые существуют, не благодаря мне, на территории Владимирской области. Поэтому я сейчас их касаться не буду. Возможно, я их в ближайшее время на каком-то небольшом брифинге буду озвучивать. Чтобы люди знали. И я никого не собираюсь в этот момент обвинять, поверьте. Я просто скажу, что вот такая проблема существует. И я, кстати, поверьте, уже в течение этих двух недель я уже и занимаюсь, уже их решаю. И когда я посещаю того или иного руководителя, а, наверное, в средствах массовой информации видно, где я бываю, я как раз и решаю эти проблемы. Как раз и решаю для того, чтобы предотвратить предотвратить какую-то негативную ситуацию со стороны определенных, например, структур федеральных по отношению к качеству жизни жителей Владимирской области. Понятно. Владимир Владимирович, вернемся к вопросу о ЗАГСобрании, о законе, который ограничивает полномочия губернатора. Вы говорите, что это никак не мешает, но, тем не менее, если внимательно смотреть на те назначения, которые уже случились или на те назначения, которые готовятся, можно видеть, что часть заместителей губернатора назначаются, ну, или будут назначены, вероятно, как бы так, единороссовские, а часть, допустим, решения Патриотякова, там, явно ваше, или там решение по, вот у меня здесь фамилии, Пальчикову, Отмахову, это ваши люди, ваша команда, то есть, а вот назначение Панфилова, Васенина, Зрянина, еще не составившихся договоров, называют такие фамилии, выглядит, как какая-то вот, как итог некоторых торгов. Это были торги. Интересно, честно скажу. Если ко мне заехал мой друг в администрации Владимирской области, видимо, уже многие, не знаю, структуры, или люди, или какие-то другие, значит, организации, которые следят за мной, там, не знаю, как, за каждым моим шагом, думают, что это уже назначение. Поверьте, что это не назначение. На самом деле так происходит, да. Но я не знаю, почему так происходит. Вот видите, я же открытый человек. Если что-то происходит, я однозначно, ну, в силу определенных, там, кадровых решений, где-то могу там сразу сказать, где-то не сразу. Но те люди, которые ко мне просто приезжают в гости, поверьте, не являются, значит, будущими руководителями или будущими управленцами Владимирской области. Они заезжают к ним для того, чтобы просто пожать мне руку и, может быть, поздравить с избранием губернатора. Вот и все. Ну, может быть, потому что волковый образовался, и люди пытаются его заполнить тем, что им доступно, в том числе тем, что они видят, кто к вам приезжает, с кем вы общаетесь. Может быть так, но, вы смотрите, вот как происходило с назначением, например, Илья Александровича Потапова. Как это было? Я понимал, что проблемы в сфере ЖКХ есть. Как это не горько признавать, значит, с точки зрения жителей, я имею в виду, и моего руководства. Если бы я пришел сюда, и все было идеально в сфере ЖКХ, конечно же, ну, как замечательно, сиди, отдыхай, занимайся там, не знаю, здравоохранением. Но я сразу понимал, что они есть. И даже, я вам скажу, до избрания у меня произошло взаимодействие с Глебом Сергеевичем, по-моему, с Серегиным. Я обсудил вопросы, которые меня очень заинтересовали, и которые, я понимал, надо ставить во главу угла. Например? Отопление. Отопление, значит, подписанные конституционные соглашения, ну и так далее, и тому подобное. Много вопросов очень в сфере ЖКХ. Переселение из аварийных домов, значит, фонд капремонта, который находится в определенной ситуации во Владимирской области, это уже там, я дальше буду все рассказывать, но там, на пресс-конференциях и так далее. Я понимал, что проблемы есть. Я понимал, что, ну, если человек, который управляет этой сферой на протяжении этого времени, ну, к сожалению, в силу непрофессионализма, в силу каких-то других состояний, то есть я уж не знаю, ну, вот создал эти проблемы, то надо сразу, как говорят, брать быка за рога. Вы знаете, я достаточно с виду мягкий человек, но очень жесткий внутри. Это знают мои бывшие подчиненные по разным моим структурам, в том числе, кстати, партийной структуре, как я подхожу к сфере управления. Я стараюсь никогда не кричать, но меня очень четко понимают, когда я говорить начинаю пожестче. Вот и все. И они сразу понимают, что надо это выполнять. А если ты не выполняешь, то освобождаем место, иди домой, делать тут нечего. А сейчас это еще больше усилилось, потому что я понимаю, еще раз хочу подчеркнуть, что сейчас ответственность у меня перед жителем Владимирской области. Я не имею права ошибаться, какие-то действия я должен совершать быстро очень. Поэтому вот эти вот быстрые действия, которые я стал производить, значит, будучи еще не обладающим полномочиями губернатором, а только избранным, это вот как раз вот там ЖКХ и так далее. К сожалению, федеральное законодательство говорит о том, чтобы человеку трудоустроиться, вот там в рамке директора департамента, зам директора департамента, требуется большое количество согласований. И второй момент. Для того, чтобы уволить того или иного нерадивого чиновника, требуется тоже большое количество времени. Если бы это происходило, как в бизнесе, там щелк и поменял кадры, но там тоже есть трудовое законодательство, но там проще и не снять, то было бы гораздо быстрее. И те люди, о которых вот сегодня упомянули, ряд этих людей, часть, то они бы давно уже сидели в определенных креслах и руководили бы определенными сегментами Владимирской области. Но, как я говорю, федеральное законодательство, трудовое законодательство в чем-то ограничивает меня как губернатора, к сожалению. Но не решение на ЗАГС собрания. Ну, как я и сказал, если говорить об этой сфере, еще раз говорю, что у меня с законодательным собранием, с депутатским корпусом уверен, и сейчас, и в будущем будут конструктивные товарищеские отношения. И они и сейчас и будут. Мы все компромиссы найдем, все решения в конечном итоге будут взвешены и найдут конечный результат. Потому что главное, и это я говорю всем руководителям ЗАГС собрания и председателям ЗАГС собрания и руководителям комитетов, главная наша цель это сделать так, чтобы жители Владимирской области чувствовали комфорт и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому, вот это решение, за которое проголосовало депутатское большинство, я уж тут не буду расшифровывать, кто как голосовал, но это их решение в тот момент. Хотя, вы знаете, были выступления и Максима Леонардовича, и мое. К сожалению, другие партии нас не поддержали. Но ничего страшного. Движение вперед происходит. И есть другие формы назначений руководящего состава и другие формы управления. В этом нет ничего такого проблематичного для меня, как для губернатора. про движение вперед. Сила действия, как известно, всегда равна силе противодействия. А вот при вашем движении вперед противодействие со стороны предыдущей команды или их союзников, партнеров ощущается? Я бы сказал, противодействие я не вижу, оно не ощущается, но вот этот вот дискомфорт, я это называю дискомфорт в работе губернатора, который создали заместители губернаторов и отдельные руководители более низкого ранга, когда они написали заявление на отпуск, заместители губернатора по ЖКХ и так далее, там, другой сферы, перед началом отопительного сезона пишут заявление на отпуск, ну, это дискомфорт для меня. Но это не является тем фактором, который ввел меня в ступор, потому что я принципиально после того, как меня избрал народ губернатором, был к этому готов, я так скажу вам, я понимал, что что-то может произойти, поэтому я начал готовиться к контролю за деятельностью администрации Владимирской области уже 24-го числа. Замечательно. В Владимирской области еще много конфликтов, на самом деле, ну, так сложилось, область живая, область активная, есть разные группы, например, есть Владимир Суцкий музей-заповедник, есть вот его нынешняя дирекция в лице Игоря Конышева, и есть группа так называемых друзей музея, которые объединяются в том числе в руках Алисы Аксеновой. Первым вы встретились из этих двух групп с Алисой Ивановой. Почему это было сделано так? Это значит, что вы поддерживаете друзей музея? Вы знаете, я вам так скажу. Встреча с Алисой Ивановой Аксеной произошла скорее всего потому, что я очень уважаю этого человека, очень уважаю этого человека, который внес колоссальный вклад в развитие культуры Владимирской области и музейного дела в частности. Это вот колоссальный вклад, и это не отнять. Поэтому я встретился с ней, в том числе я буду встречаться и с Конышем, в том числе я уже эти вопросы, чтобы вы понимали, обсуждал с руководителем департамента культуры, уже обсуждал. Но я же не буду показывать на камеру все мои встречи. Понимаете, у меня очень много рабочих встреч. Вы думаете, я здесь сижу до 12 ночи, потому что мне заняться нечем в личной жизни? Конечно, да, у меня четверо детей. Да я с каждым погоду какое-то время, вот уже день прошел. Поэтому я провожу большое количество встреч с руководителями соответствующих департаментов, в том числе я уже встречался с департаментом культуры, выслушал позицию департамента культуры. Сейчас будет встреча с Кондышем, буквально, ну, в силу огромной загрузки, подчеркиваю, я бы с ним встретился еще вчера. Но есть первоочередные задачи. Конечно же, вот состояние Ланильса Судовского музея заповедника меня очень волнует. Вот это вот конфликтная ситуация, именно конфликтная ситуация, подчеркиваю. Но когда я принимаю какое-то решение, значит, я разделяю те проблемы там на самые главные, менее и так далее. Вот я понимаю, что это вот здесь, это в зоне кипения, конечно, но прежде всего, вы сами понимаете, отопительный сезон, здравоохранение, вот эти вот надо точки там там кипят другие станции. Конечно, тут уже все там такое красное, что надо было просто там, не знаю, ведро воды выливать туда срочно. Вот я его вылил, сейчас немножко все уже устаканивается, две недели прошло моей работы, сейчас вот следующий этап это встреча с Конышем, будет принято какое-то такое вот коллегиальное решение, подчеркиваю, коллегиальное решение, но конечное слово, конечное слово будет все равно за мной. С точки зрения не как жить в Владимирском институте, в музее заповедника, а моей позиции. Понятно. То есть я в любом случае человек команды, я всегда слушаю всех, но принимаю собственные решения по тому или иному вопросу. Поэтому мой подход это всегда слушать все стороны и никогда не основываться на мнении только одной стороны, и, кстати, я это притворяю в жизни сейчас и в других сферах за эти две недели. Вот про другие сферы, как раз про похожую историю, про землю в городе Владимир, которая во время прошлой администрации после небольшого скандала такого около коррупционной тематики была передана на Владимирскую область, на областное управление. Вроде бы с самого начала был разговор о том, что она будет возвращена в город Владимир, и я знаю, что и Андрей Снегасович Шохин как бы ратовал за это и другие, но вдруг процесс остановился, что случилось? Во-первых, он точно не остановился, я так скажу. Да, на самом деле были внесены три закона в адрес законодательного собрания Владимирской области, Далее, значит, я просто докладу, далее, значит, была создана, эти законы были удалены из повестки дня, потому что заключений губернатора нет, но потому что сроки, когда их хотели рассмотреть, были настолько короткие, что давайте соблюдать закон. Еще раз говорю, мой второй принцип, это, я говорю, там, жители, и второй принцип, там, закон, вот и все, то есть закон, есть закон, который говорит о том, что есть определенная процедура, и давайте ее соблюдать, это очень важно. Для меня, вы знаете, непринципиально, вот лично для меня, как для человека, живущего в городе Владимире и Владимирской области, непринципиально, когда я не находился здесь, в чьем видении была, значит, земля, разрешение на строительство по жилому комплексу, но когда я занял этот пост путем избрания, значит, я понимаю, что ответственность у меня гораздо серьезнее стала, она выросла, потому что я несу ответственность не только за, как вы сказали, там, чья земля, города, области, это все вот такая, это маленькая часть проблемы, самая главная часть проблемы, огромная, кроется совершенно в другом, чтобы жителям Владимирской области было комфортно, чтобы детские сады и там другие социальные объекты появлялись в жилых микрорайонах, которые измеряются сотнями тысяч, сотнями тысяч, подчеркиваю, метров квадратных, а школа строится спустя какое-то время, правильно? Дороги, которые там есть в этом микрорайоне, почему-то используются для парковки машин, что тоже неправильно, а за это их штрафует ГИБДД, ну тоже, ну как, парковочных мест нет? ну то есть, ну как это может быть? Я вот как простой обыватель даже понимаю, но такого не должно быть вообще, но прежде чем мы определяем какую-то градостроительную политику, сейчас я не кидаю камень ни в чей огород, я просто говорю о том, вот, свои впечатления жителей Владимирской области, которые я видел, не попав в это кресло, я понимал, что что-то здесь не то, что точная застройка, которая появляется, и ко мне как депутату обращались жители, я писал бесконечные запросы, почему там жители страдают от того, что дом воткнули, а проезда к нему нет, ну как так вообще? По чужой территории проезд, то есть много-много-много проблем, то есть этим надо разбираться, но разбираться, как я и говорю, заслушав все стороны, и просто так выносить закон в адрес законодательного собрания, когда губернатор принял решение, а мое решение, еще раз говорю, основано на интересах жителей, раз, то есть те, кто там живут, второе, оно должно быть основано на интересах тех, кто участвует в этом процессе, я сейчас говорю, о бизнесе, конечно, вот, и потом все это надо взвесить, посмотреть, провести определенное, там, скажем, аудит мнений всех, и выработать конкретное, правильное решение, которое повлияет на качество жизни, вот этих вот, и на качество работы всех, кто участвует в этом процессе, мы-то, как чиновники, подстроимся, и вот под эту ситуацию, под высокий уровень, который будет здесь достигнут, под любую ситуацию, что город, что область, но главное, чтобы это было правильно, для вот двух структур, которые здесь замешаны, поэтому я о чем хочу сказать, о том, что, значит, поскольку данные вопросы были удалены из повестки дня, значит, была создана рабочая группа по инициативе и законодательное собрание у отцы, в эту рабочую группу сейчас войдут депутаты, войдут представители администрации, я буду курировать, так сказать, но я не участник в этой рабочей группе, я буду курировать со своей стороны данный вопрос, кроме этого, значит, готов доложить, что я встретился с состоятельным бизнесом, уж не знаю там, всех ли мне навстречу привели, потому что я глаза-то всех не знаю, потому что далек от этой сферы, я встретился с представителями строительного бизнеса города Владимира, которые участвуют в этом процессе, их послушал внимательно, достаточно такое острое было совещание, намечено много планов для контроля, причем не для контроля, не только в сфере деятельности этих организаций, а еще, и тоже это докладываю, меня очень смущает, смущает, так мягко говоря, смущает деятельность различных государственных организаций, которые созданы в Владимирской области в целом, я сейчас в целом говорю, а что такое государственные организации, это организации, которые должны для жителей Владимирской области вообще-то деньги зарабатывать, но как минимум оказывать максимальное количество услуг, если по нулям работают, а как максимум оказывать услуги и зарабатывать деньги. А они же будущие. Ну, я сейчас не говорю конкретику, почему, подчеркиваю, я не хочу заранее говорить какие-то фразы, когда я не обладаю информацией, и, наверное, это правильно. Значит, на этом совещании я в том числе задал, с вопросом и попросил проанализировать и подготовить мне цифры по структурам, где собственником является там или в полной мере, или частично государство, то есть администрация Владимирской области. Понимаете, мне это очень интересует, потому что я за это несу ответственность. А если я несу ответственность, тогда качество работы этих структур, и не только в сфере строительном, это я посыл делаю тем, кто меня потом услышит после этого интервью, должно быть соответствующим, и проверять будем досконально эту ситуацию. И там, где прибыль возможно где-то занижается, пусть руководители подумают об этом. Проверим каждую организацию, которая находится на территории Владимирской области, и собственником этой организации является администрация. Будем ждать. Вопрос заканчиваем, у вас не очень много времени, не хочется отнимать. У меня еще работать сегодня долго. Его целиком, хотя вопросов много, это понятно, я думаю, что мы еще будем встречаться. Кстати, такой формат меня очень устраивает, потому что он абсолютно комфортный, спокойный, и в будущем готов участвовать. Конечно, не так часто, как может быть хотелось представителям средств массовой информации и вашему уважаемому тоже средству массовой информации, но буду. Попробуем найти золотую середину в этом вопросе. Про комфорт как раз. Насколько комфортно быть губернатором в регионе, будучи членом ЛДПР, когда большинство, подавляющее большинство руководящих должностей в муниципалитетах, в районах занимают представители других партий, в первую очередь День народства, естественно. Вы знаете, являюсь членом ЛДПР, и я планирую и дальше стать членом ЛДПР, потому что поддерживаю и систему, и партию, и основные, скажем так, постулаты. И мне нравится та прямолинейность партийная, ну и так далее. Я уж не буду тут рекламировать партию ЛДПР, а то очередь станет завтра, кто будет записываться в ряды в партии ЛДПР. еще не стоит. Честно скажу, я сейчас дистанцировался, конечно, от партийной деятельности, но вы сами понимаете, потому что главная цель другая. Главная цель вот работа губернатора Владимирской области. И это самое главное, поэтому там уже этим занимаются совершенно те же люди, просто в другом формате. Я не контролирую эту ситуацию. Я скажу так, деятельность губернатора, она полностью аполитична. То есть политика, я имею в виду с точки зрения политических парт, политика, конечно присутствует в работе губернатора, но именно какие-то преференции той или иной партии абсолютно отсутствуют. Я считаю, это главный критерий моей работы. И это началось с первого дня моей работы. И вот сотрудники, все, которые со мной общаются, в рамке любых руководителей это подтвердят. Сидя в этом кресле, я ни разу не произнес, вот сегодня первый раз это, наверное, произнес, и то не в том кресле, не в кресле руководителя, я произнес название партии. Вот этот критерий отсутствует, потому что главное руководство, значит, которое у меня есть, это президент Российской Федерации. И задача у него, задача у него абсолютно аполитичная. И я в своей деятельности руковожусь интересами жителей Владимирской области. А там тоже присутствуют не только, кстати, члены политических партий, там присутствуют члены общественных организаций, просто люди, которые не хотят не вступать ни в одну из общественных или политических партий. Все. Поэтому политика с точки принадлежности к той или иной партии, она отсутствует. По поводу взаимоотношений с главами, с руководителями каких-то структур, с теми же замгубернаторами, которые являются представителями и единой России, вы знаете, совершенно не ощущается. Потому что мы решаем, мы решаем задачи хозяйственные, экономические, социальные. А когда ты говоришь на эти темы, ну какая тут может быть политика, какое может быть название партии, да это все, это там где-то. Поэтому вот, 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 что мы преследуем. Вы упомянули как раз президента Российской Федерации Владимира Путина. Вам Владимир Путин после избрания значения звонил, поздравлял? Вы знаете, нет, пока нет, но я уверен, что... Потому что обычно это идет, как происходит, это так, проходят выборы, Владимир Владимирович всех собирает, со всеми общается, а здесь как-то выборы прошли, ну понятно, что на второй тур никто не рассчитывал. И вроде как этой встречи нет, и у некоторых возникает вопрос, почему? Слушайте, но этот вопрос надо задать, конечно, президенту Российской Федерации. Но при случае зададим, конечно. Но с точки зрения меня как гражданин Российской Федерации и как губернатора, вы знаете, у меня сейчас такое большое количество задач, и не я определяю точно это время встречи, это точно не я определяю, определяет президент Российской Федерации. Каждый должен заниматься тем делом, которое ему поручено. Поручено как избирателями, так и руководителями. Вот и все. Надо делать свое дело и делать его хорошо, делать уверенно и хорошо и идти к достижению поставленных целей. Последний вопрос. Что бы вы сказали тем анонимным телеграммерам и другим анонимным интернетщикам, которые говорят, что вам работать осталось меньше года на посту губернатора Владимира Солдовича? Да? Не так знаете. Это как про друзей, которые ко мне приезжают и их уже видят в ранге того или иного руководителя. Также и те, кто участвуют в процессе написания определенных фраз про меня, я скажу так, дай им Бог здоровья, это их, видимо, может быть где-то работа, где-то их увлечение, я стараюсь, вот, кстати, хочу подчеркнуть, стараюсь в этой сфере, ну, руки до всего еще не дошли, также быть максимально открытым. И поверьте, что сейчас, вот, как я говорю, вот тут пожар потушили, следующий, там, вот, в том числе, выгодите в СМЗ, ну, и так далее, там экономика, меня сейчас очень волнует экономика, потому что это налоговообложение, ну, и пошли-пошли где-то вот тут. И однозначно, это моя открытость, потому что, вот, ну, не знаю, видит, не видит, я все-таки стараюсь быть открытым в силу, конечно, бешеной загрузки, которая у меня есть. Стараюсь быть открытым, и сеть интернет, сеть интернет точно туда и придет, с точки зрения моей открытости, с точки зрения отношений и общения с теми же блогерами, с теми же, значит, пользователями сети, которые пишут там про один год, два года. Если жители Владимирской области решат, что я не способен управлять Владимирской областью или не достоин управлять Владимирской областью, или, значит, там не могу этого делать, ну, наверное, точно я сам, честно, это пойму, потому что, вы сами понимаете, вот, находясь в этой должности, я не держусь за эту должность, вот, мне кажется, это все видят, вот, кто меня знает, не держусь за нее, как за кресло. Я понимаю ту степень ответственности, которую доверили мне жители, когда голосовали за меня, и я взял на себя эту ответственность и стараюсь прилагать максимальное количество усилий для того, чтобы, вот, выполнять те задачи, которые передо мной поставили жители Владимирской области и определили мне эти задачи, а я их знаю, я их знаю, они должны жить хорошо, они должны наслаждаться жизнью, я должен решать их проблемы, которые у них есть. Сразу я этого не сделаю, и я понимаю, что все проблемы в одном моменте не решатся, но я прилагаю к этому максимальное количество усилий, и я знаю, еще раз подчеркиваю, что у нас все получится. Спасибо большое за общение. Спасибо. Спасибо.